Восьмого мая? Не знаю. Там связано что-то с Второй мировой День Европы, если не ошибаюсь. Ну, День Победы. День Победы начался восьмого мая на девятого. Я ничего не праздную. Восьмого мая? Ой, я не знаю. День Матери, нет? День Победы, восьмого мая? Не знаю. День Победы над фашизмом, но для меня это не праздник. Восьмого мая? Ну, я не знаю такого праздника. Мы когда-то праздновали День Международной Солидарности Трудящихся. Ничего не святкуємо, немає в нас свята. А что мы празднуем восьмого мая? Понятия для меня. Восьмого мая? День Примирения. Женский день. Восьмого мая? Да. Девятого, но День Победы восьмого мая? Ничего. Что, мы празднуем? Да. Не знаю. Восьмого мая? День Победы, только не Великой Отечественной, а Мировой. Капитуляция была принята восьмого, действительно. И союзники наши отмечают именно этот день. Франция, Англия, Соединенные Штаты. А у нас решили девятого, когда уже, как говорится, все закончилось. Вдрузили этот над Рейхстагом флаг Победы. Первое сентября, если мы ошибались. Ну, в сорок пятом году. Наверное, восьмого мая, да? День акт капитуляции Германии был подписан восьмого мая. Восьмого марта. Ну, по советским нормам, с каким-то запозданием, начали праздновать девятого. Кажется, восьмого мая. А капитуляции его приняли по времени бывшего Советского Союза девятого мая, а по немецкому времени, ну, по времени Берлина, это было восьмого мая. Восьмого мая. Принят вообще восьмого вечера, но у нас официально девятого. Він был принят, по-моему, восьмого травня. Если говорить о времени окончания войны на момент Берлина, это было восьмого мая. В Москву сообщение об этом пришло уже утром девятого мая, поэтому здесь отмечается девятого мая, но весь мир отмечает День Победы восьмого мая, потому что в Берлине, опять-таки, было восьмого мая. Десять вечера или одиннадцать вечера подписывали этот, задачу Берлина. Понятия не имею, честно говоря. Их уже нету после последних событий, как мне кажется. Если не ошибаюсь, МАК. МАК? Ну, МАК. Символы Дня Победы я не очень-то знаю. Это Красный МАК. Дня Победы, МАК и, ну, МАК, кажется. МАК самое главное. Конечно, раньше была георгиевская ленточка, но всем понятно, почему мы сейчас эту георгиевскую ленточку не используем. Но сейчас у нас символ Победы, это на груди МАК.